Под заголовок, кавычки, от имени Торы кричат евреи, кавычки. Портрет советской власти двадцатых годов отпечатался у нас в сознании, как нечто трубно-барабанное, победно-довящее, кумачевое, с бессовестным вождем на трибуне, который призывает толпу строить и грабить. Но была и другая ипостась, тревожно-мнительная, с трясущей со бородой Ивана Грозного. В конце двадцатых годов, подводя итог финансовым успехам НЭПа, большевики окончательно убедились, что народ без них обходится, и значит, их власть может рассеяться, как дым. Зиновьев или кто-то другой из главных восклицает «Еще один урожайный год, и советская власть пропала!» Слова искренне из глубины души, и они означают, без искусственной системы подавления дороги к светлому будущему, в кавычках, нет. В сфере духовной тоже не все шло гладко. Как в море, ревя, волна радостно накатывает на берег, но есть движение под водой, обратное, в сторону глубины, и оно подрезает эту самую победную волну, и та падает в бессильной легкой пене. Волна безбожия, как известно, взметнулась высоко. Но человек все же создан по подобию Творца, и отпечаток этого подобия даже красные кентавры-конники, описанные Бабелем, не смогли стереть. Заманчивая пучина зверства и безнадзорности заставила души более четкие вздрогнуть. Были чекисты, оставлявшие свой славный пост и бежавшие в толстовские коммуны косить траву и забыть по возможности о том, что видели и что делали. Были комиссары еврейские, забредавшие в еще незакрытую имя синагогу и повторявшие таинственно вечную молитву Шма, где говорится, что Бог один, что Он благословенный, объединяет все, что происходит, подчиняя одной цели. Эти случаи, участившись, заставили большевиков и на религию посмотреть более пристально, недовольствуясь хулиганством комсомольцев и веселой трепотней про опиум для народа в кавычках. Чаша весов клонилась к тому, что религиозных деятелей, не покорившихся, не замолчавших, будут ссылать и сажать. В октябре 1926 года к Рэбе Юсефу Ицхаку в Ленинград приехали несколько украинских евреев и сообщили пока тайную весть. В городе Коростень намечают устроить съезд равинов и спросив, конечно, разрешения властей, что он об этом думает. «Рэбе отвечал так. Вообще говоря, сейчас не время для съездов, даже в том случае, если в этом съезде примут участие только настоящие религиозные люди, без провокаторов, красных равинов в кавычках и так далее. На то есть две причины. Во-первых, власти не дадут называть вещи своими именами. Во-вторых, если кто-нибудь из делегатов заговорит о послаблениях в Галахе вполне искренне, для пользы дела, то Евсекция немедленно это подхватит и начнет кричать, что даже раввины высказываются за переделку Торы. Впрочем, я думаю, что этот съезд не принесет вреда, возможно, даже пользу. Коростинская конференция, первый съезд раввинов после того, который был в 17-м году в Москве, состоялась спустя несколько месяцев. Рэбе Йосеф Ицхак не приехал на нее, но был единодушно избран ее почетным председателем. Деликаты съезда читали его приветственное письмо, которое начиналось словами «Мир без предела для вас и благословение бесконечное». Были в нем весьма конкретные и будоражащие душу мысли. Например, от имени закона, от имени Торы, от имени святого народа кричат евреи горько. «Не трогайте нашу Тору!» Рэбе вспоминает и напоминает о требованиях, которые в свое время участники Московского съезда раввинов собирались предъявить советскому правительству, но не успели и не сумели. Вот некоторые из них. Предоставить евреям полную самостоятельность во всем, что касается соблюдения заповедей Торы. Получить разрешение властей для евреев, закрывающих магазины по субботам, открывать их в первый выходной для других день недели. «Разрешите еврейским детям, записанным в советские школы, не ходить в них по субботам и праздникам». «И еще! И еще!» Конференция в Коростине официально проходила три дня, но на самом деле длилась неделю. В ней приняли участие свыше семидесяти раввинов. Она прошла на волне большого духовного подъема, и это совсем не обрадовало представителей властей, сидевших в зале. Еще больше огорчило их избрание контрреволюционера Шнерсона в кавычках «почетным председателем». И его благодарственная телеграмма, всего несколько строк, тоже показала сын нехороший. Вот ее текст. «Благодарю за честь, которая мне оказана». Участники конференции продолжают дело Рабишны Эрсона и Раби Хайма из Бриска. Весь мир ждет, что вы продолжите распространение Торы без уступок и компромиссов. Начитанные в еврейских делах чекисты усмотрели в этой телеграмме призыв к объединению двух направлений в еврействе – хасидского и литовского – на единой для соблюдающих людей платформе – больше учить закон, строже и чище выполнять его предписания. Объединений, как известно, большевики не поощряли. Один из организаторов конференции был арестован, правда, всего на несколько дней. Это был арест по типу «передай своим» в кавычках. Узнал он там, что четырех равинов намечено в скором времени сослать в административном порядке без суда, чтобы за границей не подняла шума. И имя Юсефа Ицхака Шнейрсона в этом списке было первым. Чекист с хедерным прошлым сказал хмуря брови. «Любавический Рэбе не идет путем бешта. Вот что я вам говорю. Другие хасиды помнят, что можно служить творцу, сидя тихо над рюмкой водки. А этот новый Рэбе переметнулся на сторону Виленского Гаона, врага хасидизма. Он собрался распространять Тору, он требует, чтобы все ее учили, а это для нашего режима яд. Попомните мои слова. Засадят его, и кончится на этом вся Тора, все распространение». Так он думал, глупый чекист, и ничего не понимал ни в Торе, ни в хасидизме, ни в других направлениях. Даже, наверное, Леха им сделать так и не научился. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...